Клещи. Древнейшие животные, по подсчетам ученых, они вдвое старше динозавров. Нетрудно догадаться, как эти членистоногие существуют до сих пор, ведь некоторые из них способны выживать в вакууме и под лучом электронного микроскопа. Эта группа паокообразных, одна из самых многочисленных, превышает 50 тысяч видов. Для человека самыми опасными клещами считаются иксодовый и энцефалитный. Эти паразиты встречаются везде, даже в Антарктиде, где живут на пингвинах. Клещи переносят более 15 инфекционных заболеваний, поэтому любое присасывание клеща необходимо расценивать как потенциальную опасность заражения. При укусе клещ выделяют специальные вещества, которые обезболивают место укуса и в принципе сам укус проходит для человека незаметно. В этом есть такая особенность и опасность. По статистике в Рязанском регионе примерно 10% клещей являются переносчиками заболеваний и основное заболевание это болезнь лайма или клещевой боролиоз. Энцефалит пока в нашем регионе как бы не выявлен. Опасен не сам укус, а именно заболевание. В случае заражения боролиозом через некоторое время после укуса у человека появляются гриппоподобные симптомы. Слабость, тошнота, головокружение, ломота в теле, в суставах. А на месте укуса возникает гиперемия, покраснение кожи. Одно из самых серьезных последствий заражения – энцефалит. В переводе с греческого – воспаление мозга. Вирус поражает центральную нервную систему, периферические нервы и головной мозг. Серьезные нарушения в клетках приводят к судорогам, параличу, сбоям в работе внутренних органов, а иногда к психическим расстройствам. По мнению экспертов, чем быстрее будет извлечен клещ из кожи, тем меньше вероятность заражения. Если вы обнаружили присосавшуюся клеща, самый оптимальный вариант – это обратиться в травмпункт, где вам этого клеща квалифицированные специалисты извлекут. Если вы находитесь далеко от города, тогда придется, наверное, извлекать клеща самостоятельно. И делается это либо с помощью пинцета. Можно использовать простую веревку, когда делают узелок вокруг клеща, и медленными, такими покачивающими и расшатывающими движениями клеща удаляют. Ошибкой является прижигать клеща, поскольку это увеличивает шанс инфицирования человека. Ошибкой является заливать его маслом. Клещ не получает кислорода, начинает беспокоиться, начинает двигаться, и тем самым, опять же, срыгивает инфицированные содержимые из своего брюшка вам в рану. Увеличить шанс заражения можно и вытаскивая клеща пальцами. При надавливании на его брюшко инфекция попадает в рану, как из пипетки. Резко дергать паразита также не стоит, поскольку клещ при стократном увеличении напоминает чудовище из фантастического фильма. С помощью верхних челюстей паразит делает разрез. В полученное углубление подается нижняя челюсть. Она, подобно гарпуну, оснащена загнутыми назад зубьями. Это обеспечивает крепкую фиксацию. И при резком выдергивании клеща, вероятнее всего, часть его тела останется под кожей. После излечения, опять же, либо в частной лаборатории, в идеале, сдать этого клеща. Соответственно, клеща после излечения в баночку положить, да, в баночку положить кусочек ваты с моченной жидкостью водой, соответственно. И в таком состоянии, опять же, как можно быстрее доставить его в лечебное учреждение. Это необходимо для того, чтобы человеку и врачам стало понятно, могло ли произойти заражение от конкретного клеща. После исследования паразита станет ясно, требуется ли лечение. Его назначит только врач. Самостоятельно можно лишь первоначально обработать рану от укуса антисептиками, не занимаясь самолечением. Что касается профилактики, в теплое время года лучше выбираться на природу в светлой одежде, на которой проще увидеть крадущегося клеща и вовремя от него избавиться. Вещи нужно надевать так, чтобы они закрывали большую площадь тела и использовать головной убор. Перед выездом с природы и приездом домой всегда необходимо осматривать свое тело на наличие клещей. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».